всем привет с вами про геймер в этом видеоролике расскажу вам как пользуется приложением называется это приложение color а также отмечу что это приложение доступен совершенно бесплатно на платформу google play или же appstore а также на платформу google play приложение имеет вот такую статистику статистику сейчас у вас на экране садись когда войти неплохая не у каждого приложения есть подобное но также отмечу хотел бы попросить вас подписаться на канал ведь меня смотрит большей территории без подписки подпишитесь мне будет очень приятно но мы начинаем сам видеоролик и так приходит в приложение у вас будет вот такой интерфейс интерфейс довольно несложные функции практически нет так что не вижу смысла с этим даже это затягиваться то есть давайте для начала рассмотрим вообще сами настройки что вообще не в целом имеется потому что интерфейс будет рассматривать бесполезная функциональностью тоже особо никого не то настройки практически последует то есть можно посмотреть версию какая у вас версия можно сказать это предложение именно так вот тут что-то написано на английском языке только я не могу понять что именно я еще не переводил это сидел то есть просто не знаю кому интересно можете перевести посмотреть может что-нибудь интересно это из себя представляет так что это перед тем как начинать работу вы можете делать такие небольшие зарисовки кистью то есть также вот эти две стрелочки выше то есть это шаг назад и шаг вперед то есть вы можете как иди как выбирать так и так скажем возвращать обратно то есть действительно очень удобно так же есть функционаласти moderata из функция довольно таки просто это одни особо тоже ничего нет потому что это функция довольно таки стандартные являются практически частью всех фотошипов вообще вот функцию размытия уже болью не так же функция наложение текста людей для чего-то очень удобные функции которые вы вы ее встретили в других подобных и на приложениях то есть действительно ущ�eg teenagers и не не во всех именно прилож trial и конечно бы сплотите также можно кто-то такой форм FEW д demokrat property можно сломать чуть прямоугольник квадрата если вам это будет нужно, все делайте в меру. Просто так я это все делаю. Песять не советую, как я сейчас. Я просто показываю вам для примера все это дело. Также можно это все дело поворачивать, если вы хотите. И так можно заливать. Даже делать такую небольшую заливку на именно ваш слой. Небольшой холст не заливайте. Тоже заливайте в меру. Тут есть настройки дополнительной для этого всего дела. То есть пользуйтесь обязательно ними, не забывайте их смотреть тоже. С этим мы разобрались далее. Давайте рассмотрим вообще что именно наверху у нас такие функции есть небольшие. Шаг вперед, шаг назад я вам объяснил. Давайте посмотрим далее, что у нас есть. А далее вы можете посмотреть вообще слои, то есть сколько слоев вы наложили, также можете сделать их невидимыми. То есть действительно очень удобно, то есть такая удобная функция. И она вам причем-то может пригодить, также можно добавить какую-нибудь картинку, так сказать. И при том, что когда вы уже заканчиваете, можно все это дело сохранить То есть, в принципе, у вас вот такой интерфейс появляется Тут уже интерфейс более такой, побольше, так сказать И, как видите, тут можно экспортировать в GIF-документе Также сделать видео в формате, то есть экспортировать в видео в формате Также в галерее Также можно поделиться, то есть поделиться на каких-нибудь платформах, о которых вы захотите То есть там у вас выдвигается, нажимая на эту стрелочку в правом верхнем углу В галерею экспортируется практически моментально А экспорт в видео или же в GIF, то есть уже займет более 10-15 секунд у каждого по-своему В принципе, на каждом интерфейсе, потому что свой такой функционал вообще Такой объем вот загрузки свой С этим мы разобрались Перед тем, как выходить с видеоролика, я бы вам хотел рассказать частые проблемы, которые возникают у людей То есть досмотрите видеоролик до конца, чтобы узнать именно все такие лайфхаки, фишки Что нужно делать, чтобы, во-первых, рассмотреть для начала проблему Что нужно делать, если у вас вылетает приложение Что нужно делать, если у вас налога И в-третьих, что нужно делать, если вы обнаружили баг То есть именно эти проблемы, я думаю, вам стоит послушать Потому что сейчас они вам могут и приводиться к чему-то Может у кого-то будут такие проблемы, допустим, с вылетами То есть здесь смотрите видеоролик обязательно до конца Так, ну зачем разбирать, что делать, если у вас вылетает это приложение То есть я рекомендую вам Именно утолить это приложение, а затем обновить версию вашего телефона Как это можно сделать, спросите вы В настройках есть То есть переходите в настройки, кстати, в самый низ Там будет такой раздел, называется О системы То есть заходите туда, ищите такую функцию обновления системы То есть я знал, что в некоторых телефонах есть такая функция обновления ПО То есть там действительно такая функция очень удобная И вам почему-то может помочь в этом плане То есть вам не придется то искать и настройки Или же что-то дополнительно обновлять и вручную У вас все это будет делать определенное приложение Не в каждом телефоне, конечно же, оно есть Но все же оно имеется Тех, у кого оно есть А у тех проблем достаточно такие не будет На айфонах, отмечу, что вылетать вообще ничего не будет То есть на айфонах более такой продвинутый функционал И подобных проблем там не возникает обычно Максимум я могу отметить, что могут быть у вас там баки Но все же, смотрите, вы тоже видео до конца У тех, кто кого айфон сейчас, кто смотрит меня с айфоном Если кто-то, допустим, не понял, как обновлять систему То есть напишите мне вконтакте, ссылку на свой ВК Я оставлю в описании То есть ВК я вам объясню Сделаю небольшой видеоформат Как у меня вот на телефоне все это делается Как у меня обновление идет Все в целом это дело И вы поймете, думаю Итак, переходим далее Что делать? Если у вас, так сказать, допустим Влагает этот приложение То есть не указывает, что ему будет влагать Потому что она весь достаточно мало И объем кэша, его зовут, а погребляться в минимальном количестве Но все же, у кого есть влагает Объясню, что делать Да и вообще, это не только для этого приложения А для всех других приложений Я думаю, вам стоит это послушать То есть я нашел такую небольшую Лайфакт его небольшой Что надо делать, чтобы этого не было? Скачайте либо приложение Апки Апклиан Либо Клинмастер То есть любое из этих приложений Эти приложения для оптимизации телефона Так скажем, чтобы не проходили лаги Также можете ускорить это приложение Но я для начала рекомендую Так скажем, переустановить это приложение То есть сначала его удалите Затем почистите кэш То есть все это дело почистить с ним Потом снова установите это приложение И ускорьте его То есть сделать определенное ускорение на него В этих приложениях можете посмотреть обзор у меня на канале то есть я делал обзоры и на апкип клин и на клинмастер то есть посмотрите и вы все разберете вы в этом всем разбирайтесь как это все будет делаться это вообще делать очень быстро в течение даже 5 минут можно все это делать итак переходим далее то есть этим разобрались и у вас после этого таца жду так сказать лагать вообще ничего не должно что делать если вы обнаружили баг в этом приложении кстати баги довольно-таки часто тут возникает именно в этом приложении я почитал комментарии в play маркете и увидел что много людей находит баги и то есть я не знаю что он делать вы марки или же в об周ре и вы можете найти такую сняв такую функцию то есть связь разработчикам то есть именно этого положение то есть заходить в поломарке допустим пишите в поисковик color то есть заходите на это приложение и чуть ниже отлистывать вас будет разлом называется он связь с разработчиками то есть заходите в этот раздел и там у вас открывается тестом электронные адреса то есть все контакты с разработчиками этого просто здесь берете я обычно копирую мэл и на e-mail пишем именно описываю свою проблему то есть проблему конечно же надо писать на английском языке потому что разработчики на приложение англоязычная компания на русский язык они не реагируют я думаю в принципе все англоязычные компании с русским языком особо ты не дружит ну да ладно вы в этом плане поняли но все же я вам рекомендую конечно если вы не знаете английский язык просто переводчик забейте всегда делаю все они конечно перевод коряло но все же лучше попытайтесь и вы этим поможет не только себе но и другим людям которые пользуются этим приложением то есть сделать оптимизацию лучше то есть они отвечают в течение в течение двадцати четырех часов то есть в течение этого времени я думаю вы конечно же войдете в такой небольшой положение другим людям и все это дело отправить им если вы найдете обнаружить какой-нибудь баг потому что вот не все люди именно хотят писать просто сразу для предложения но все же лучше помочь разработчикам если у них у самих не получается нормально оптимизировать и так со всеми проблемами мы разобрались в принципе если у кого-то будут какие-то еще проблемы пишите в комментариях либо мне вконтакте мой вк всегда открыть для вас то есть я отвечаю на все сообщения главное чтобы не только не спамиле а то и так последнее время много вижу сообщений с подобными именно не пишут добавь друзья или же про первый мой канал то есть такие сообщения сразу и навигруются смысл нет у них отвечать это вы уже сами поняли я думаю записать не будете но все же также хотел бы попросить вас написать в комментариях на какое приложение сделать обзор дальнейшем то есть рассказать что именно вам объяснить там то есть а я буду читать поисковый объем этого приложения сколько вообще людей и что функционал этого приложения интерфейс то есть все как это дело будет обстоятельства сложность то есть я делал в принципе в день по два-три обзора то есть у меня есть время делать обзоры и вам все же советую написать такое приложение вдруг вы что-то не понимаете не пишите то есть вы этим не поможете сделать то есть так скажем не только мне но и другим людям тоже то есть чтобы они видели обзоры то есть на все что положение витубе есть обзоры я стараюсь запомнить как можно больше в этом плане я думаю в принципе в принципе вы напишите примерно через неделю так что через неделю я зайду в видеоролик под комментарии буду читать все то есть посмотрю просматривать все что вы написали мне также у меня есть трой канал на котором я снимаю игровую тематику то есть разные мобильные компьютерные игры кому интересно ссылка на свой канал будет в описании также не забывайте на него подписываться вы делаете мне этим очень приятно то есть помогаете мне так скажем мотивируйте меня делать для вас топовый контент также перед концом видеоролика хотел бы вас попросить подписаться на мой канал и поставить лайк на это видеоролик молча нажать колокольчик если вам действительно нравятся мои видеоролики то есть если вам они не нравятся потому что у меня необычно по этому обзору приложений всяких разных то есть если вам это нравится то нажимать колокольчик потому что обзоров я последнее время только ими сейчас и буду заниматься также отмечу что следующий видеоролик будет а он будет сегодня примерно в 9 часов вечера то есть по московскому времени приходите не забывайте туда тоже залетать он будет на тему цену себя буду делать обзор на фотошоп если вам это конечно понравится но все пока до новых встреч с нами был прогеймер увидимся в следующем видео